Приветствую вас. Я, честно говоря, не думаю, что ответы на вопросы решат ваши проблемы, потому что проблемы находятся в другой, более глубокой сфере вашей личности. Эти проблемы лежат в области чувств. И соответственно, работать здесь нужно именно с чувствами. Работать нужно именно с чувствами. Что касается вашего вопроса, то вас можно и нужно понять, потому что то, чего вы... Ну, у вас есть потребности, у вас есть желания. Вот. И... Соответственно, потребность в любви, она никуда не девалась. Вам нужна любовь. Вы пытались заместить... Ну, вы пытались заместить любовью к этой девочке то отношение мамы, которое вас не устраивало. Которое вам не додавало того, что вы хотите. Совершенно очевидно, что в вашей жизни достаточно мало лазнило. Да? То есть вот... Так вот, получалось, что то, что вы делали, то, чем вы занимались, не оценивалось, не принималось мамой и близкими. Вот. И ваша ситуация в семье не способствовала тому, что вы принимали себя таким, какой вы есть. Вот. Поэтому отношение другого человека для вас было очень важно. Вот. Это нормально. Это... Ну, для ваш... Для вашей ситуации, для вашей истории. Это нормально. Как и нормально чувствовать вину перед своей мамой. Потому что... Совершенно очевидно, что вы были вынуждены игнорировать свои чувства. Вы были вынуждены игнорировать свои желания. Вы были вынуждены игнорировать то, чего вам хотелось. Вот. В угоду тому, что нужно было вашей семье и, в частности, маме. И так раздается чувство вины. То есть чувство вины – это такое вот обращенное внутрь себя желание. Вот. Это не выраженная агрессия по отношению к маме в данном случае. Вот. Так же это эмоциональная зависимость от мамы. Вот. И, как результат, неуверенность в себе и потребность в... одобрении в оценке в каком-то таком поощрении. Вот, условно говоря. Вот. То, что вы делаете не так, это только то, что вы не прислушиваетесь к себе самому. Вы не позволяете себе, условно говоря, доверять и ориентироваться на свои чувства. Вот. Вследствие чего возникают конфликты. Вот. У вас как с другими людьми, так и с самим собой. С другими людьми, в частности, с девочкой, в частности, с мамой и так далее. Вот. Вот. Вот вы пишите, да, что мама возлагала на меня большие надежды. Вот. Хочется спросить, да, а какое вот право она имеет, да, возлагать на вас надежды. То есть, почему она возлагает на вас надежды? Мне кажется, это очень важная история, мне кажется, это очень важный момент. И вам самому, вам самому желательно преследовать этот аспект. То есть, как вы относитесь к тому, что мама чего-то от вас ждет? Мне кажется, что на этот вопрос вам желательно поискать ответ. Вот. Дальше. Идем. Тут у вас, эээ, имеет место, так, вы пишите, у мамы постоянно проблемы с деньгами. Она одобрывалась на несколько работах. Вот. Это явно вот такая финансовая, финансовая, получается. Ну, неграмотность, неграмотность. Вот. Эээ, у вашей мамы. Дальше. Значит, вы пишите, что из этого раньше она много пила, из-за того, что денег не хватало на еду. Это, конечно, довольно в парадоксальных ситуациях, потому что денег на еду нет, но на алкоголь есть. Это странно немного, надо сказать. Дальше. Эээ, так, сейчас она, так, из-за этого она много пила, еще из-за отца моей сестры, из-за отца моей сестры, который бросил ее. Она не пережила расставание с мужчиной. А вы тогда? То есть это не ваше отец, а ваше отец тогда кто? Эээ, так. Значит, сейчас она не пьет, у нее нормальная работа, но она все равно одна, у нее куча долгов и кредитов. А ты видишь, вот и опять же финансовая неграмотность, неграмотность вашей мамы, плюс отсутствие личных границ. Я смотрел на все это и пытался помочь мам. Ээ, почему? А, почему? С одной стороны, ожидать, если так вы надеялись заслужить ее любовь. С другой стороны, ну, возможно, это чувство вины и жанр. Вот. Никто не другое, вашей маме пользы не дают. Ни все никакого абсолютно. Эээ, так. Значит, почти так. При этом у меня были увлечения, танцы, музыка. Я очень плохо учился, учился в школе. Почти на две пятерки. Ну, это не показатель. Сценки это не показатель. Потом я встретил ее, буду называть ее Эл, влюбился. И вы видели в ней маму, по сути. Вы видели в ней маму и все ваши отношения к ней. Это, очевидно, отношения к маме. У нас были странные отношения. Мы-то расходились, не расходились. Несколько раз я изменялся, но все равно меня тинуло к ней. Ну, здесь надо бы анализ более подробный сделать. А, вот. Почему, почему вы... Ей изменяли... Эээ, ну, почему вы... Изменяли... Эээ... Своей девушке. Вот. Вот. Несмотря на то, что, любили... Ее. Вот. Мне кажется... На это нужно... Обратить внимание... Внимание. Вот. Дальше. А, так, влюбился, тогда моя жизнь начала меняться. Видите, вы, так, два года назад я перестал с ней общаться, уехал в город, там начал работу, хотел уже там отобрать учёбу, потому что платили мне хорошо, я помогал маме. Мама была против этого, и я вернулся обратно к тебе способы. Вы не видите этой знице, как бы вы, по-преднему, продолжаете следовать за мамой. Да? Это самый трудный год в моей жизни, я разочаровался во многом, что не представлял себе свое будущее. Ну, тут, 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 нужно, в плане, общаться, чтобы понять, в чём именно вы разочаровались и что происходит. Учёба, это основной второй план, я самым днями лежал вокруг потолок и ненавистью, норменной жалостью к себе. Ну, потому что вы пошли, вот опять же, ради мамы, вы её нацепили на себя. Да. Это вот всё из-за непринятия себя глубинного. Наверное, это была депрессия, ведь я думал о суициде, не мог инфаллировать себя. В чём? Начал учаться с мамой, она перестала одна от меня, а я совсем перестал себя понимать. Ну, то есть, это вот, такое дальнейшее расщепление процесса идёт. Процесс идёт. Расцепил Новый год, до стартных экзаменов осталось немного. Я не готовился, не собирался готовиться, потому что думал, что не поступлю на бюджет, туда куда включил, на платном месте, я не особо не учился. Здесь опять же идёт обесценивание себя самого. Без привязки к маме, без привязки к элгам, и ничего не значит. Ну, по вашему мнению. Так, значит, решил проще плыть по течению. До этого момента, пока не примирился цел, и начал смирно возвращаться за неделю до уеда в другой город, на другой конец страны. А как произошло примирение? Так, в мою жизнь вернулись с краской, и мне казалось, теперь я знаю, что я хочу быть с ней. Ну, опять же, да, это вас определяет другой человек, не вы сами себе. Определяют. Я ждал Знамин и поехал за ней через тысячу километров, поступил со среднего города на бюджет, туда куда взяли, то есть не туда куда хотел, не просил по баллону на бюджет, мой ночь потом перевестись, сказал я. Это правда. И вот перед Новым годом я расстался цел и моя жизнь первая ночь. А из-за чего? Из-за чего расстался? Я столько всего осознал и понял, что любовь была главной в моей жизни. Ну что, главное в вашей жизни, ваше желание. То есть вам действительно интересно то, что для вас важно. И ваша система ценностей, чего вас пока не поклоняет, но может появиться после работы со психологом. Сейчас собрались просто учебу идти в армию. Зачем? Этим я расстроил свою мать. Она сказала мне, что нет, а стоит того, что она подразила на меня. Получается, ваша мама вас никогда не любила и воспринимала отношения с вами как инвестицию? Да, видимо, я виноват, что не оправдал чьи-то ожидания. Вы так считаете? Вы считаете, что вы должны оправдать чьи-то ожидания? Почему? А мне стало все безразличнее, я чувствую себя не собой. Потому что вы никогда себе не принадлежали, очевидно. Вы растворялись то в маме, то в Эл. Можно ли понять меня, или я правда поступаю неправильно? Можно понять. Кто я такой после этого? Человек, потерявший себя. Прекрасно я скажу с мамой, мне радость надоела и хочу ответить на свои вопросы. Ну, на вопросы я вам ответил, правда, этого, конечно, мало, но я вам ответил на ваши вопросы. Вот. Я надеюсь, что это поможет вам. Я надеюсь, что это поможет вам. Я надеюсь, что вы сможете просмыслить и потом выбрать психолога и начать работать. Вот. Уже. Непосредственно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Такyim. Так и я